Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал. Добро пожаловать! Если вы у меня первый раз в гостях, давайте знакомиться. Я профессиональный персональный стилист, помогаю девушкам найти свой стиль, нравиться себе, правильно выбирать одежду и выражать себя через нее. Если же вы моя постоянная зрительница, то большое вам за это спасибо, я вас обнимаю через экран. Сегодня я для вас подготовила видео, на самом деле я готовила это видео давно, я подошла к его наполнению, к отбору содержимого очень тщательно, и вы это увидите, потому что здесь будут вещи и какие-то новинки, которые я совсем недавно приобрела, я добавила в свой гардероб, и мои архивы, уже которым много лет, и это говорит о том, что вещь реально стоящая и будет свою каждую копейку отрабатывать. В общем, я подготовила для вас видео о своей личной, базовой, идеальной летней гардеробной капсуле. Даже я бы сказала, такой переходной из весны в лето, когда еще нет прям совсем жары, потому что будет много вещей, которые на жару не рассчитаны. Но и летние вещи будут тоже. И вообще, пункт номер ноль, мы все с вами живем в разных климатах, широтах, долготах. Вы меня поняли, у всех разный климат. Я это говорю сразу в начале, потому что я привыкла уже, можно сказать, читать комментарии, что как на лето, например, вы предлагаете такой образ, ведь в этом жарко, или а как в этом ходить зимой, ведь в этом холодно. Мы все живем в разных городах, странах и климатах, соответственно, где-то уже с мая стоит жара. У нас, например, мы в мае, я ни разу не выходила из дома без куртки, чтобы вы понимали. Варьируется только степень теплоты этой куртки. Это может быть легкий плащ или более теплая какая-то куртка. В общем, мы разные. И собрать, как и в реальной жизни, одну гардеробную капсулу для всех невозможно. Я вам покажу свою личную основу, расскажу, почему именно эти вещи для меня являются базой. И я рекомендую всем присмотреться именно к таким вещам, если вы собираете свой базовый гардероб с нуля, потому что это идеальный костяк, идеальный такой скелет, на который вы потом сможете добавлять трендовые вещи, яркие вещи, необычные, акцентные, цветные, какие угодно. Вот то, что сегодня я вам покажу, позволит соединить любые вещи вместе и создавать стильный образом. Поехали! Видео я построю следующим образом. Сначала я вам покажу все вещи и дам комментарии по ним, почему именно такая модель или такой цвет. Рекомендую ли я, хотя бы сказать, или не рекомендую, но здесь я буду рекомендовать еще раз повторю все. А потом вы увидите все образы на мне в примерке, как реально эта капсула работает. Первое, с чего я начинаю вообще составление любой гардеробной капсулы, любой шоппинг с клиенткой, это подбор низов. Почему? Потому что чаще всего низ посадить сложно. Низ это я имею ввиду поясные изделия, джинсы, брюки, юбки, шорты. Их посадить бывает чуть сложнее, чем верхушки. Все, что у нас плечевое, садиться на плечо. Поэтому здесь мы тоже с вами начнем с низов. И тоже такой важный момент, я как-то об этом рассказывала, уже не вспомню сейчас где. Поэтому повторю, что в вашей гардеробной капсуле в идеале низов должно быть меньше, чем верхов. То есть плечевых изделий, футболок, блузок, рубашек, топов, жакетов, чего угодно, свитеров должно быть больше, чем поясных изделий. Потому что так нас считывает глаз. Вы можете даже сами это проверить, если захотите. Если вы наденете, допустим, какую-то блузку и будете менять низы джинсы, брюки, шорты, образ будет казаться как будто практически одним и тем же. Хотя внизу вещи разные, потому что мы смотрим сверху вниз на себя или на другого человека то же самое. Но если вы возьмете одни джинсы и наденете их с разными верхушками, футболкой, рубашкой, свитером, блузкой, то это как будто все разные образы. Запомните это. Итак, первая вещь, с которой начинается капсула, практически любая и моя личная тоже, это, конечно, хорошо сидящие джинсы. У меня в гардеробе джинсов достаточно много. И было сложно выбрать одни, которые я вам решу показать как свою базу. И на самом деле, я бы правда показала несколько моделей, но раз уж капсула, возьмем одни. И в данном случае я выбираю джинсы кроя Мамфит. Я считаю, это один из самых универсальных кроев, по-прежнему актуальных. Это актуальная база. Есть у любой практически вещи в гардеробе понятие базы, тренда, ну и, соответственно, устаревших. Допустим, по джинсам устаревшие по-прежнему не очень актуальны, несмотря на тренд на 90-е. Это синие такие джинсы а-ля Джеггинсы, скини, супер в обливку и так далее. Это по-прежнему не актуально. База это Мамфиты, хорошо сидящие, очень женственные джинсы. И тренд это все, что касается джинсы, трубы, джинсы на косточках, которые сидят за нижней посадкой. Каждая из нас выбирает для личности свои капсулы то, что ей больше нравится, то, в чем она чувствует себя наиболее комфортно. Я ношу разные модели, но вам покажу одну, как я уже сказала, это Мамфит. Вот такие вот прямые, чуть зауженные джинсы. Это джинсы Zara. Им, девочки, 4, нет, 3 года, наверное, с половины я покупала их, по-моему, зимой 2019 года. И до сих пор ношу обычно летом, потому что это такой довольно светлый деним голубой, как вы можете видеть. Ну и плюс здесь есть небольшая такая порванность, чуть-чуть такая совсем аккуратненькая дранинка. Сзади тоже ничего нет, чуть-чуть где-то какие-то даже рванем это не назовешь. В общем, крутые базовые джинсы. Естественно, эти джинсы по всем понятным причинам, особенно в России сейчас, не купить. Ну и в целом, это модель трехгодичной давности. Но я вам оставлю в инфобоксе ссылки на хорошие джинсы, которые вы можете купить как в России. Потому что я знаю, что вы смотрите меня из разных стран. Так и за границей, за пределами Российской Федерации, если вам доступен, например, Inditex. Но джинсы, хорошо сидящие, это, конечно, must-have. Лето бывает разное, не каждый день далеко стоит жара, да и весна тоже, как я уже сказала, бывает разная. Иногда бывает прохладно, дождливо, поэтому какие-то не шорты в моем летнем гардеробе обязательно нужны. Двигаемся дальше. Следующее поясное изделие, которое я ношу летом, если, опять же, прохладно, и сейчас весной уже носила эта новинка в моем гардеробе, и я просто в любви. Я люблю брючные низы, я люблю джинсы, и я люблю брюки. И я обожаю просто широкие свободные брюки в мужском крое. Я получаю такое удовольствие, когда я ношу эту вещь, такое удовольствие, когда я вижу, например, свое отражение где-то, и во всем этом образе с такой вещью. В общем, тотальное удовольствие на всех уровнях. И моя новинка, и просто фаворит, я не знаю, мне кажется, каждый день сейчас буду носить, если будет дальше прохладно. Это вот такие вот шикарнейшие брюки, не слишком широкие, они в меру широкие и прямые, то есть это не палаццо, это не супер какие-то массивные мешковатые брюки. Нет, это просто классные базовые брюки с защипами. Их здесь вы можете видеть, я думаю, сейчас вот с каждой стороны по одной. С посадкой не на косточку, они в принципе садятся на талию, либо чуть-чуть ниже талии. Но опять же, у нас у всех разные пропорции тела, там торс, ноги и так далее. В общем, это просто девочки must have. Качество изумительное. Я нашла их в любимом, можно сказать, родном бренде Ainklone. Почему я говорю родном? Потому что это новосибирские бренды, я из Новосибирска. И я очень горжусь, что помимо того, что в целом у нас в России есть настолько качественные бренды, так еще и из моего родного города. Брюки идут с карманами. Вот здесь вот они не в шве, а просто прорезные по бокам. Сзади аккуратненькие есть тоже кармашек. Я, кстати, даже не помню. Нет, это не кармашек, это имитация. Но я все равно задним карманом на брюках никогда не пользуюсь. И я их уже носила, уже получила на них комплименты. Меня уже спрашивали, откуда они. Но нигде пока что еще не выкладывала, мне кажется, в них фотографии. Вот вы первые узнаете про эту новинку. Это просто любовь. Очень плотный, добротный материал. Красивый. Это уже тоже, чтобы вы понимали. Вторые у меня брюки от бренда Inclo. Первые я заказывала себе, по-моему, в феврале. Но это точно была зима или конец января или начало февраля. Черного цвета. И я была поражена качеством. Потому что они очень плотные. Для зимы это вообще идеально. Для осени, для весны. Потом я их очень много носила. Не жидкий материал, а прям вот роскошный, дорогой, люксовый, я бы сказала, материал именно самоткань по качеству. В общем, брюки просто must-have. У меня есть скидка в Inclo. Она у меня уже очень давно есть. 15%. Я вам оставляю информацию. Название скидки на экране. И вся информация подробно будет в инфобоксе. Так же, как и ссылка и на эти брюки, и на все остальные вещи. Следующим в мою личную капсулу, в летнюю, весеннюю, конечно же, попадут шорты. И тоже было сложно выбрать одну модель. Потому что я люблю два варианта шортов сейчас. Мне по-прежнему нравятся шорты, как бы сделанные из джинсов MomFit. Они так и называются. У них модель MomFit. То есть, с посадкой на талию. Немножко такие свободные в районе бедер чуть-чуть. Они часто бывают с отворотами. Я думаю, что многим эта модель знакома. И мне очень нравится вот такая модель, которую я все-таки решила взять. Потому что это по-прежнему актуально. И это, знаете, такой тренд не первого сезона. А значит, это практически база. Если вы вдруг сомневаетесь, будете ли вы это носить. Будет ли это актуально еще. Но вам нравится эта модель. И вы хотите ее носить, покупайте. Такие шорты, бермуды джинсовые, по-прежнему актуальны. И будут актуальны и следующим летом. И, возможно, после следующим тоже. Главное найти хорошую посадку. Я вам уже показывала разные варианты. Это у меня шорты топ-топ с прошлого лета. Поэтому сейчас их в продаже нет. Но я вам оставлю ссылку в инфобоксе на классные джинсовые бермуды из Твовсторис. Просто идеального кроя. Показывала их в одном из шоппинг-влогов. И просто влюбилась. Наверное, если бы у меня не было вот этих, то я бы купила те из Твовсторис. Они, ну, идеально садятся. Мы все разные. На кого-то, возможно, они не сядут. На меня они сели так, что я прям глазам своим не верила. В них очень стройными. Несмотря на вот такую для многих спорных длину. Очень стройные ноги. И хорошие, интересные есть также в лайме. Поэтому джинсовые шорты на лето. Это как джинсы. Только короткие. Совсем и ко всему, и подо все. И практически везде будут уместны. Если они как раз-таки не короткие. Шорты-трусы девочки. Джинсовые, не джинсовые. Я не рекомендую носить. А еще, кстати, да. У меня была дилемма. Я хотела включить бы не только джинсовые шорты в капсулу. Но и линяные. Потому что это то, что я ношу летом очень-очень много. И в отпуск с собой беру такие вещи. Такую вещь. Это на жару прям идеальный вариант. Но я решила, я буду все-таки придерживаться принципа капсулы. Каждая единица будет. Каждая категория одежды, шорты будут представлены в одном каком-то виде. Но имейте в виду, что линяные шорты, бермуды. Или чуть покороче. Сейчас актуален вариант линяных так называемых боксеров. Это тоже супер вариант. Ну и пора вспомнить, что я все-таки девочка. И нужно носить не только брючные низы. Но не то, чтобы пора вспомнить. Я себе не заставляю. Я уже сказала, что я очень много и больше всего ношу все-таки брючные низы. Но иногда настроение бывает надеть что-то женственное. Поэтому в мою весенне-летнюю капсулу попадает вот такая вот тоже абсолютно базовая юбка. Из сатинового материала, из сатиновой ткани. Здесь у меня вискоза. В бельевом стиле тоже это максимально универсальная модель, которая сочетается с практически любым верхом. Начиная от майки, алкоголички или футболки, продолжая блузкой. В холодное время года с свитером, с косухой можно, с пиджаком можно. Я вам в принципе это буду показывать чуть-чуть позже. Поэтому, конечно же, такой вещи я говорю обязательно. Да, в своем гардеробе тоже. Я вам вначале сказала, что многое будет из архивов. Эта юбка у меня топ-топ. И она, по-моему, у меня с осени. Да, с осени. Осенью где-то в октябре я ее заказывала. Вам показывала, естественно. Кто-то, возможно, успел себе купить. Шикарного качества просто юбка, девочки. Когда я что-то показываю и хвалю, нужно брать и бежать. Потому что я плохое хвалить никогда не буду. Ни при каких условиях. Вы этому можете верить на 100%. А юбка классная. Но помимо сатиновой юбки у вас в гардеробе, естественно, может быть на лето и джинсовая юбка. Вот у меня джинсовой юбки, по-моему, нет сейчас в гардеробе. Крайней мере, я ее не нашла. Потому что я сейчас нахожусь в процессе. И всем рекомендую это сделать. Если у вас уже давно жара, то тем более. У нас она вот только-только, я надеюсь, когда-нибудь придет. Сделать ротацию гардероба, убрать уже, наконец-то, зимний гардероб, осенний и ранний, весенний. И достать летние вещи. Я всегда рекомендую это делать. Убирайте подальше, прям с глаз долой, те вещи, которые вы не будете носить до следующего, конкретного, другого сезона. То есть у вас летом не должны в идеале на полках, прям вот перед глазами, где-то или в ящиках комода, быть свитера зимние, какие-то темные жакеты, которые вы не будете, например, носить летом. Или очень много темных брюк, которые тоже летом, скорее всего, вы не будете носить. По той причине, что, во-первых, нерационально используется пространство. И лучше сложить все это в какие-то коробки, контейнеры и убрать куда-то, чтобы освободить реально место в шкафу для того, что вы носите. А во-вторых, если вы постоянно смотрите на вещи, которые у вас висят в шкафу, это работает так, психология. Вы как будто их носите все это время. И когда придет осень или зима, и вам реально нужно будет начать носить эти вещи, вы уже от них устанете. Даже не нося, не ходя, а в них, допустим, 4 месяца перед этим. В общем, такая вот еще одна хитрость вам. Убирайте вещи несезонные, если вы можете себе это позволить в плане использования пространства. Теперь перейдем с вами к верхушкам. И, кстати, обязательно в капсулу будут включены мою и высвую. Не забывайте уделять внимание аксессуарам. Украшения, девочки, это очень важно. И обувь, сумки, это все часть образа. И недостаточно просто собрать вещи. Нужно продумать все до конца. Поэтому это я вам тоже расскажу. А пока что еще вещи, чтобы не перескакивать с одного на другое. Это верхушки. Естественно, лето ни одно не проходит. Да и не только лето. Я круглый год их ношу без базовой, чтобы пересвета не было, белой футболки. И я обновила свой футболокопарк. Если так можно сказать. В этом сезоне заказала себе новую футболочку в AIM Claw. Опять же, и девочки, это моя первая футболка от AIM Claw. Я в восторге. Так интересно. Я с этим брендом знакома уже года два, наверное. Если даже не больше, но два года точно. И познакомилась я с AIM Claw со свитеров. С трикотажа. И у меня уже целая коллекция. И это просто сочетание состав, цена, качество. Один из лучших вариантов, который вы в принципе можете найти на рынке. Это премиальное качество за абсолютно, абсолютно доступные деньги. И честно говоря, мне даже кажется, что это даже недорого за такое качество. И потом я заказала брюки весной. Вот сейчас я заказала еще несколько позиций. И в брюки я тогда влюбилась. Ну не весной, а феврале как раз таки. И сейчас заказала еще несколько позиций, которые раньше именно категории не брала. И я понимаю, что черт возьми, и это шикарно. Короче говоря, футболка это просто идеальная базовая футболка для тех, кто любит объемные вещи. Это первое, потому что она объемного кроя. Прямо такая большая, вы увидите ее на мне. Это первое. А второе для тех, кто ценит качество. Потому что это хлопок просто, опять же, люксового качества. Он плотный. Если бы я шила сама футболки, то я бы шила вот такие плотные, добротные, с хорошей вот этой широкой достаточно бейкой у горловины, со свободным рукавом, правильной длины, которая опускается красиво, не обтягивает плечо. Рука из-за этого кажется еще стройнее. Я все где-то в тени. Вы кажетесь еще изящнее. В общем, это просто идеальная футболка. Это люксовый уровень. И я счастлива, что такое шьют у нас. Возможно, они доставляют везде. Я вам напишу тоже эту информацию в инфобоксе. Я имею в виду не только по России. Если это так, то я напишу в инфобоксе. Очень рекомендую. Я просто в приятнейшем шоке. И я повторюсь, если бы я решила когда-нибудь создавать свои вещи и делать ту же самую базовую, допустим, какую-то капсулу, базовую на борту, то я бы делала вот такого уровня качества футболки. Это просто люкс. На ощупь, по крою, по всем деталям, по исполнению. Рекомендссылка тоже есть. Дальше. Помимо футболки нам, конечно, если жарко, допустим, та футболочка из АНКО, она довольно плотная. В сильную жару, наверное, не будет жарко. Но такой сопливый тонкий трикотаж я как-то не очень люблю. Мне нравятся вещи, которые про качество. И я уверена, что если вы смотрите мой канал и меня, то вы, девочки, тоже про качество. Мы с вами на одной волне 100%. Поэтому я считаю, например, что все, что я вам показываю, стоит своих денег. Ну, в общем, плохого я вам не советую. Так вот, если будет жарко, нужно что-то полегче, чем плотная футболка и майки. В данном случае у меня это такая, как бы, майка-алкоголичка, но укороченная. Она заканчивается примерно в районе Талии, чуть-чуть выше. Я заказывала ее еще в прошлом летом в Заре и буду носить сейчас. Но я покажу вам какие-то альтернативы, оставлю в инфобоксе на нее то, что можно сейчас найти и приобрести. И, естественно, в реальности, я повторюсь, это не единственная вещь, которую я буду носить летом. Но если бы я собирала минимум, то именно такая палитра была бы у меня в гардеробе. Да и есть, и я хочу носить сейчас такие цвета, не сильно кричащие. Что-то яркое я, конечно, тоже ношу. Но я люблю вот это расслабленное, благородное, элегантное сочетание цветов. Поэтому то, что я вам показываю, это на 100% я. В общем, майку эту найти сейчас невозможно. Покажу вам варианты, альтернативы. В целом сейчас алкоголички супер актуальны. В полной длине я себе ищу, хочу, пока не нашла. Мне понравилась Телл Сторис одна, но ее уже нет в продаже, к сожалению. Причем ни на какой, по-моему, платформе, площадке не найти. Но вот эта тоже классная. Я носила летом в прошлом и в отпуске, и везде прекрасная вещь. Что-то более такое женственное и с длинным рукавом, если, допустим... Ну, для вас, например, кому актуально? Для офиса или для прохладного дня это будет актуально мне. Или куда-то на вечер, потому что это такая элегантная вещь. Я заказала это также Эмпло. Я даже здесь еще бирочками успела срезать, но мне очень нравится. Вот такая блузка. Она, знаете, немножко рустикальная, я бы ее назвала. Я редко, крайне редко выбираю вот такой воротник полустоечка. Я люблю воротник рубашечный. Но здесь этот воротник уместен. Я готова ему это простить. Скажу, но не то, что простить, это не покупка компромиссов. Мне реально нравится, как все это вместе смотрится, потому что он достаточный все равно высоты, ширины. Мне не нравится, когда эти воротнички совсем вот такие узенькие, такое очень часто есть в масс-маркете. А здесь это красиво смотрится, органично, с вот этой вот завязкой. По центру вот такая идет капелька, довольно глубокая. Вниз обязательно выбираем белье телесного цвета и ничего не будет просвечивать, ничего не будет видно. Вот здесь вот над грудью идет интересная планочка, в которую собрана мелкой-мелкой сборкой нижняя часть уже этой блузки-рубашки. И у нее объемные рукава, которые на манжете идут. Соответственно, можно прям создать такой небольшой эффект зефирки, если рукав застегнуть и приподнять по руке. Он будет держаться. Она очень легкая, это 100% хлопок, но хлопок тонкий. И в ней будет очень комфортно в такую, ну не в 35 градусов жары, но даже условно в жаркую погоду, если, например, нужно закрыть руки. Или, ну, в общем, причины могут быть разные. В ней не будет жарко, потому что она дышащая, легкая, вот такая воздушная. Я люблю романтичные вещи. Мне нравятся очень разные направления и стили. Я умею это обыгрывать. Я знаю, что подходит именно моей внешности. Этому я учу девочек разбираться в этом и определять под себя на курсе по личному стилю. Но, соответственно, сама я это знаю как никто. И мне нравится и из мужского гардероба что-то взять, и из классического. И вот из такого романтичного, женственного тоже. Просто я, например, такую лузку буду носить не с юбкой в бельевом стиле, скорее всего, а как раз-таки с мужскими брюками. Получится интересный микс и будет вот этот баланс женственности и маскулинности. Не будет приторности. В общем, все как мне нравится. Еще одна вещь, без которой не обходится моя капсула ни в одном из сезонов. И для многих моих клиентов я знаю так же. Ни летом, ни зимой, ни осенью. Это жакет. Конечно же, я человек жакет, так называемый. В моем гардеробе их очень много. И выбрать один для капсулы было очень сложно. Но я это сделала в пользу вот такого светло-светло-бежевого жакета. Это манго. И ему тоже, девочки, три года. И это... Я в манго таких жакетов, мне кажется, не видела ни до, ни после, как говорится. Но у них были прям хорошие жакеты вот в весенней коллекции, которая поступила к нам где-то в феврале. Там было очень много удачных моделей, но они были прям теплые еще. То есть это такая была, по сути, еще зима, хотя уже относилась как будто к весне. Но вот этот вот жакет, вот аналога ему я не встречала очень долго нигде. Из особенно сегмент масс-маркет. Средний сегмент. Сейчас хорошие варианты есть в лайме. И я вам их показывала в одном из недавних видео. Это был шопинг-влог, где я делала обзор как раз-таки лайма и бренда Nice One. И вот там я показывала, я оставлю вам ссылки в инфобоксе. И один из них я даже примеряла. Прям есть хорошие жакеты. И однобортные, и двубортные, и застежка, и без. Имейте в виду, такой жакет вот в этом цвете на лето. Я вам покажу в примерке, в примерке, в примерах. Это максимально универсальная вещь. И еще в качестве второго слоя на лето я беру вот такую вот вещь. Тоже отхожу в сторону, потому что будет пересвет. Это огромная, объемная, очень-очень длинная. Увидите на мне. Рубашка из зали покупала, по-моему, позапрошлым летом. Даже не прошлым. Это размер S. Вы увидите, как она на мне сидит. То есть это именно такая модель. Найду аналогичные, если... Ну, наверняка где-то найду. Оставлю вам обязательно. Обожаю носить такие рубашки, как второй слой. С джинсами, с шортами, с брюками, с юбками. Вниз можно надеть майку. Я вам все это покажу. Какой-то бралет, кроп-топ. Практически все, что угодно. Но в основном это вот кроп-топы и майки. С такими рубашками это просто идеально. И я еще ношу эту рубашку в отпуске, носила на пляж. Вместо каких-нибудь там туник и парео. Вот такая вот рубашечка. Смотрится очень стильно, дорого. Несмотря на то, что это Zara. И элегантно. И последняя вещь. Но сейчас будут еще аксессуары, а потом примерка. Которую я включаю в капсулу. На тот случай, если лето решит, что оно тоже ушло в отпуск. И особо греть нас не будет. Да и в целом я это буду носить не только летом. Это вот такой вот свитер. Который я заказала тоже, естественно, в AIM CLONE. С голубем. Который несет оливковую веточку. Даже не знаю, нужно ли здесь что-то добавлять. Это так трогательно. Я заказала этот свитер. Просто не думаю. Это было первое, что я поняла, что я хочу из новой коллекции. Вот этот вот голубь мира. Прекраснейший. Мне правда сложно что-либо здесь добавить касательно принта. Почему я его выбрала? Мне кажется, в принципе, зачем тут что-то говорить. А сам свитер прекрасен, как и все свитера. Вся трикотажка у AIM CLONE. Шикарный. Всегда у них состав замечательный. Пополам здесь идет шерсть. 50% шерсти. То есть он реально тепленький. Они у меня вообще не скатываются, девочки. А ношу я свитера AIM CLONE. Вот когда они у меня появились. Особенно заказала я в зиму и феврале. Три свитера. И я практически всю весну в них-то и проходила. Потому что это потрясающее качество. Они теплые, мягкие, классные, стильные. В общем, вот такое чудо прекрасное. Буду носить и самостоятельно покажу вам. И набрасывать на плечи просто как. Такой стилеобразующий, образообразующий элемент. Лапушка. Прилети к нам скорее. Правда? Теперь аксессуары. Потому что, как я уже сказала, это то, на что обязательно нужно не забывать обращать внимание. И те детали, которые выводят очень часто образ на следующий уровень, как говорится, делают его интереснее. Делают его, ну, из просто образа делают интересный стильный образ. Серьезно вам говорю. Понятно, что иногда отсутствие аксессуаров это тоже личный стиль. Личная фишка. Когда прям вот тотальный минимализм. Но зачастую классная цепь или серьги, или даже кольцо, или браслет, например, летом. Это тоже очень актуально, актуальнее, чем зимой обычно. Это то, что может стать вашим личным почерком. Например, я. Очень часто, как вы знаете, ношу массивные, активные цепи. Это моя фишка. Я люблю это. Я реально, ну, практически в каждый свой образ добавляю цепь, самые разные, в холодном металле, и в золотистом металле. Но мне тоже хочется чего-то нового. И в этот раз я именно на лето заказала себе классную цепочку. И сейчас покажу. Я, конечно, держу ее сейчас в руках, и вам, наверное, ничего не видно. Но я обязательно сниму именно макросъемкой близко-близко, чтобы вы увидели и поняли суть. Если вы смотрите меня на других платформах, например, мой канал в Телеграме, оставлю вам ссылочку на него внизу, присоединяйтесь. У нас там очень весело, интересно, душевно и прекрасно. То вы знаете, что я как-то делилась тем, что я хочу найти себе на лето цепь вот из такого плетения, как змейка это называется. Почему именно на лето? Потому что такую цепь я не сильно вижу, допустим, на каких-то свитерах, джемперах и так далее, даже на футболке. Но я так, что лето, когда реально потеплеет, и я буду носить как раз-таки какой-то топ, может быть, бралет, например, и надевать сверху жакет или вот эту вот свою свободную рубашку. А эта цепочка будет красиво лежать вот здесь вот на косточках, на ключицах, струиться по телу, может быть, даже немножко загорелому, если повезет. Это будет смотреться просто божественно красиво. Это бренд, с которым я познакомилась недавно. Называется он Dark Rain. Я оставлю вам ссылки обязательно в инфобоксе. Мне было сложно выбрать. Особенно кольца. Вы видите, могли уже заметить у меня в течение этого видео, здесь кольцо на пальце. Это моя тоже новинка в моем гардеробе украшений. Такое вот широкое кольцо. И вот даже на видео должно было быть видно, что на мне оно здесь есть. И оно с очень интересной деталью. Это серебро. А сверху идет золотистый узор. Я все покажу вам обязательно близко. И я начала говорить, что мне было сложно выбрать, потому что у ребят такой огромный выбор. Крутых колец. А я вот сейчас, мне помимо цепи, серьги, это я тоже обновила. Сейчас покажу, но мне так хочется классных колец. И причем вот просто широкий ментал какой-нибудь. Ну вот что-то во мне, наверное, чуть-чуть меняется в сторону колец. Я всегда очень спокойно к ним относилась. Цепи это мое все. Серьги я тоже обожаю. У меня огромная коллекция. Надо будет как-нибудь вам, наверное, заснять. Может быть, во влоге покажу. А кольца, ну вот обручальные я ношу. И просто по сути все, у меня есть несколько, но я их не ношу. А сейчас я поняла, что я хочу носить кольца интересные, разные, лаконичные, но акцентные. И я заказала еще одно. Вот такое вот просто безумно красивое. Это кольцо моей мечты. Вот это. Вот это просто вот именно его я искала у ребят в каталоге, потому что я поняла, что есть подобные модели. И я так хотела найти просто широкое, гладкое, в данном случае из серебра кольцо. А оно еще идет рельефное. То есть это не гладкий металл. Тоже я в телеграме у себя выкладывала его фотографию. И за счет этого оно очень красиво играет на свету. Покажу вам его близко, обязательно на руке. Это очень красиво. Я просто закрыла свой гештальт с этим кольцом. Я очень хотела давно такое кольцо. Смотрела в разных брендах, из разных металлов. И нашла вот такое у Dark Rain. И я очень-очень довольна. Это моя любовь. А еще, кстати, к золотому вот этому. Ну, как бы не прям к, но отчасти, да. Чтобы у меня в моей, опять же, базе были варианты и из белого металла, и из золотистого. Я заказала такие интересные серьги. Тоже обязательно покажу на себе, потому что сейчас вы совершенно ничего не увидите. Они очень красивые, интересные, такой капелькой как бы выглядят. И замечательный просто оттенок золота. Оно не желтое, не, ну, простите, дешевое бывает такой оттенок у золота. Особенно если это бижутерия, а здесь это все-таки серебро с покрытием. То вот когда оно не очень, это прям видно. А здесь прекрасный благородный оттенок. Очень красивый, подойдет абсолютно всем, девочки. Все, что я показываю, это максимально универсально для базы на каждый день must have. И у меня, кстати говоря, на мне вот здесь вот все это видео вы могли наблюдать тоже серьги Dark Rail. Просто кольца. Я вам их близко-близко обязательно тоже покажу отдельно все-таки. Широкие серебристые, не круглые. Они как бы плоские, с таким ребром. То есть интересная моделька, привлекает к себе внимание, красиво дополняет крупную цепь. Их можно носить соло или с какой-то элегантной цепочкой. В общем, украшения. Это мое все. И я безумно счастлива, что я открыла для себя новый бренд. И делюсь с вами. Обязательно перейдите на сайт, там столько красоты. И абсолютно прекрасные цены, я вам честно скажу. Поэтому хочется вынести много. Далее. Что касается аксессуаров обуви. Я купила себе, кто смотрел мой влог, который выходил перед этим буквально несколько дней назад. Вы видели. Я купила себе кеды. Сейчас буду шутка. Twelve stories. Вот такие вот. Кажутся сейчас вам белыми, но на самом деле они не белые. Подсниму их ближе. Это видно, когда ты прям близко на них смотришь. А в жизни это кажется мягче. То есть издалека это не будет сильно бросаться в глаза, что кожа не белоснежно-белая. Но это в целом делает вид самого кеда мягче. Надеюсь, вы понимаете, что я имею ввиду. У них белые шнурки и белая подошва. А кеды чуть-чуть сероватый оттенок имеют. Я вам честно скажу, я их еще не носила. Не успела в них походить пока что дома, чтобы прям хорошенько сделать им тест-драйв. И если что, вернуть, не выходя на улицу. Но я думаю, что обязательно отзыв этот будет в каком-то из следующих влогов. Но в целом это безупречные кеды. И мне, кстати, кто-то из девочек в телеграме писал, что тоже пересмотрели много вариантов. И вернулись к ним. И они удобные, носят и радуются. Это кожа плотная, но мягкая, не дубовая. И это просто базовая база. Ничего лишнего. Вообще ничего лишнего. Аккуратные, аккуратная подошва. Ну такая не сильно тонкая, но не платформа. В общем, моя мечта осуществилась. Дай бог тебе, чтобы не натерли. Также, в честь того, что это весенний гардероб, пока не летний, я все-таки возьму туфли в эту капсулку. Хотя, светлые, опять же. Потому что это максимально универсально на лето. И подо все точно будет подходить. Хотя у меня есть еще классные босоножки. С такими множеством... Ну не множеством, там два очень длинных. Ремешка, которые переплетаются вокруг лодыжки. Вот я их тоже ношу все лето. И эти туфельки Zara я покупала в конце 2019 года. Кожаные, прекрасные, на вот таком вот малюсеньком каблучке. И босоножки тоже Zara. Мне кажется, многие их знают. Но я вам найду подобные модели. Кожаные, хорошие, достойные. И тоже, если что, я их найду. Я, в общем, оставлю в инфобоксе. И по сумкам. Теперь финальный аккорд перед примеркой. У меня их здесь две. Сложно выбрать ее серьезно. Потому что по факту летом я практически все лето обычно хожу вот с этой сумкой белого цвета молочного. Она не кипенобелая, она именно молочная. Это бренд Dan Slan. Очень классная сумка. Ей три года точно. Тоже она где-то 2018 или 2019 года у меня. Неубиваемые вообще. Это кожаная. Она такая плотная, как подсофьяновая. Да, что ей ничего не делается. Такая вот сумка, ведерко. Ведерки актуальные. Да, и даже дело не в этом. Она в целом не выглядит как ведро. Она выглядит как интересная, вместительная, удобная лично для меня сумка. Поэтому летом я ее точно буду носить. Но также в эту капсулу прекрасно подходит вот эта моя сумка Saint Laurent в шоколадном цвете. Потому что капсула у меня, как вы примерно уже поняли, состоит из таких бежевых, молочных оттенков. Ну, в общем-то, все там идет синий немножко. Более-таки хаки бежевый цвет брюки и все остальное очень нейтральное. Поэтому вот этот вот цвет шоколада, он к этой капсуле тоже подойдет. Я не знаю, сейчас я подумаю и посмотрю, какую из них я буду именно в образы добавлять. Сейчас мы это с вами увидим. Все вещи показала, все элементы капсулы показала. Давайте посмотрим примерку. Со всеми низами, всеми верхами, аксессуарами. И потом я к вам вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы все разные. Кто-то из вас меня смотрит, у вас абсолютно другой личный стиль. Вы, возможно, носите только яркие вещи. Или всегда принты. Или всегда сложный крой. Или вы не носите брюки, например, летом. Вам жарко всегда. Вы носите много платьев, юбок, может быть, шорты максимум. Поэтому это моя капсула. Я надеюсь, что она вам полезна, как пример хорошей базы и основы. Потому что теперь вы увидели все. И теперь вы точно должны понимать и представлять, что добавь ты к ней что угодно. Яркий жакет или яркие цветные брюки, необычную сумку, какую-нибудь полосатую футболку. Это все будет сочетаться. Вот с таким костяком можно дальше работать. Я хотела показать вам вариант именно базовой капсулы. Если вам идея понравилась, то я, возможно, сделаю такую же капсулу. Соберу из, наоборот, каких-то ярких, интересных, необычных вещей. Может быть, мы сделаем это в формате шоппинг-влога. Чтобы все вещи были доступны как раз-таки онлайн и оффлайн, соответственно, тоже. Напишите в комментариях, как вам капсула, как вам образы, как вам вообще видео. Буду рада почитать их, рада с вами пообщаться. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. Увидимся с вами совсем скоро в новых интересных видео. Чтобы их не пропускать, обязательно подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. И до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok